Всем привет, вы на канале Ведро и Еда Гейминг, меня зовут Александр, сегодня у нас Т-Зон по предложке Стрэндж Майнда. Спасибо тебе мужик за это, вы ребятки тоже можете предложить мне любую игру. Просто напишите про неё в сообществе на ютубе, как туда попасть, здесь будет небольшой видос. Также для спонсоров я делаю видосы вне очереди, если не хотите долго ждать, можете кнопку спонсорства нажать и посмотреть мои условия. А мы начинаем, игра называется Т-Зон, бесплатная мультиплеерная игра про танки, как написал нам разработчик в мультяшном стиле. 3.9 средняя оценочка, более 10 тысяч скачиваний и вот такие вот весёлые картиночки. Участвуй в PvP-битвах, онлайн, большое количество игровых карт и огромный выбор боевой техники. И похоже всё, да, три картиночки всего лишь было. Отзывы все положительные, даже не знаю какой прочитать. Игра классная, жалко малоизвестная. Замечательно. Херового управления, онлайна нет, непонятно как работающая броня. Ставлю 5 звёзд, потому что я пицца. Ну ладно, погнали, посмотрим, права ли пицца, либо первый чувак. Поехали. Итак, смотрите, какое чудесное главное меню, как я понял, танчиками вертеть нельзя, зато у нас есть на выбор. Лёгкий танк Т-50, потом, как я понимаю, средний танк ПЗ-3, Чафи и АМХ-40. Смотрите, сколько их много, всяких разных. В принципе, я в Блиц играл, я приблизительно знаю, как эти танчики выглядят. Вот это, как я понимаю, французский утёнок. Хе-хе, такой весь дутый, прикольно, прикольно. Так, что у нас есть? Учётная запись на стройке, давайте посмотрим. Общая громкость, боевой чат, тип управления классический, прощённый. Ну, давайте на классическом поиграем, если что, переисправим, да. Также у нас есть дерево танков, давайте посмотрим. Так, начинается, смотрите, советская ветка, немецкая, американская, сколько звёздочек, просто кошмар. И французская. Окей, что у нас тут в конце ждёт? ПТ-76, вы представляете, клёво как? И с четвёртой, и с третьей, и с второй, и с первой. Замечательно. Ну, в принципе, стандартные веточки, клёво. Так, здесь у нас Як-Панзер Е100, то есть, привет, картошечка, Маусы и Е50. Замечательно. А тут у нас Т-30, М48А5. Блин, а где Абрамсы? Где Абрамсы? Здесь только старые, короче, танки. Ветка французов совсем маленькая. Ну, её, наверное, и будем качать, чтобы не это долго ждать, как говорится. Так, куда нажать, чтобы выйти отсюда? Здесь. Также у нас есть кнопочка ВК, посмотреть рекламу, как я понимаю. Кстати, реклама нигде не работает. Давайте посмотрим, может, здесь работает. Да, с рекламой какие-то проблемки. Скорее всего, из-за монетизации России, в связи с всякими разными страшными ситуациями в мире. Поэтому реклама не в одном у меня приложении. А, нет, с третьим вышла вообще совсем. Короче, реклама нигде не работает. Есть ещё специальное предложение. 5 миллионов баксов FV215B, то есть, настоящая бабаха. За что? А, за 5 миллионов баксов получается? Окей. Я думал, за донат. Ну, ладно, специальное предложение за серу. То есть, даже не за золото. Как серу получать? Давайте посмотрим. Минус 50 золота. А, то есть, просто золото продаём. А зачем тогда золото нужно было? Короче, много всяких разных нюансов. Мы их потом все посмотрим. Сейчас давайте уже ворвёмся в бой. Игроков онлайн 1. Это я, получается. Игр онлайн 0. И сколько придётся ждать, интересно. И что, прям купили, что ли? А у меня не были? Не знаю. Но игра пока ищется, так что ждём. Вот у нас танчик появился, смотрите. С ёлочкой какой-то крутой. Ну, замечательно. Итак, ребятки, бой начался. Смотрите, какое тут классное управление. Можно башни поворачивать. Обзор вот он виден. Полосочка белая. Если, как я понимаю, отпускаю кнопку. Кстати, бой всего лишь 30 секунд идёт. А куда он заехал? Как в него попадать тогда? Вот какой-то паренёк, смотрите. У него 600 здоровья. Так, я понял, как она ездит. Не как в Бравл Старсе. Именно куда мы смотрим, туда она едет. Замечательно. То есть не подрифтуешь. Довольно забористо. А чё мы его пробить не можем? Я же в бартинку ему засунул. Как понимаю, ботов тут тоже нету. А, бой ещё не начался, наверное. Это была тренировочка 30 секунд. Или что это такое? А, он точку захватывает. Я понял. И он-то меня пробил. Смотрите-ка. А ты назад не умеешь стрелять? Не умеет, короче, он стрелять назад. Вот, 26 секунд, это он точку захватывает. Мы его пробить не можем. Назад очень медленно едет. У меня 30 хп осталось. Надо посмотреть другое управление. Возможно, оно аркадное, а более простое. Ну, я тебе. О, моему гусли сбили. Прикольный механики есть. Блин, не могу. Управление дурацкое. Вообще дурацкое управление. Надо сделать другое. Надо выбрать, и управление, возможно, будет нормальным. О, парень завис, походу, сейчас. Мы его в АФК расстреляем. Смотрите, не пробивается. А, ну, вроде пробивается. Но очень слабенький у нас какой-то танк попался. Пока чувак в АФК. Мы ему ничего не сносим вообще. Даже в задницу не сносим. Смотрите. А, так это, походу, ботяра, слушайте. Или что? Или, может, он на каком-нибудь уроке играет? Хе-хе-хе. Мы ему его пробить не можем. Либо это читак какой-то. Ну, смотрите. 458 здоровья. Сколько было или сколько нет. Да. Ну, в общем, игра закончилась. Очень печально. Давайте попробуем другой танк выбрать. Вот этот вот. Эксэлитар. Или как он там правильно называется. И попробуем еще раз сыграть. Так, ребятки. Нам опять попался Иван Пой. Теперь у меня 640 здоровья. Что за управление? Давайте посмотрим. О, вот это вот уже более лучшее управление. Хотя, вроде написано, упрощенное. Но тут, куда мы едем. Точнее, оно ориентировано именно по танку, а не по обзору. И, в общем, мне оно больше нравится, да. По выстрелам, наверное, все то же самое. Окей. Так будет удобней. Намного. Так, смотрите. Здесь какая-то раздолбанная деревня. Скорее всего, тоже есть где-то точки. Врага я пока не вижу. Скорее всего, меня тоже сейчас завалит. А какие минусы у игры сразу же? Давайте начнем. Потому что, скорее всего, последняя катка. Потому что игры ищутся по минут 10. Вот честное слово. Это просто пипец. Кстати, он запоминает обзор и поворачивает камеру туда. Окей. Или куда он поворачивает камеру? Не знаю, куда он поворачивает. Возможно, на врага смотрит. Потому что, смотрите, допустим, я говорю, вот сюда отсмотреть. А, нет, он смотрит туда, куда я ему сказал. Окей. Давай, проезжай, мужик, проезжай. Короче, онлайна нету. Игра мертвая, по крайней мере, в мой прайм тайм. И игры ищутся по минут 10. Так же, как и противники. Вот где он сейчас стоит? Я даже не вижу. Карты здоровые. А противник один. Где замесы обещанные? Хотя бы ботов понапихайте, чтобы ботов бить. Потому что вот ты ищешь эту дуэльку по 10 минут, потом дерешься полторы минуты. И все. Ну, короче, игра мертва. И это очень печально. По управлению тоже не очень однозначная. В общем, пицца в чем-то был правда. Скорее всего, парень на респе стоит так же. Давайте посмотрим, что он тогда на респе стоял. Счет 0-0. Мы так друг друга и не нашли. Замечательно, да. Но так, в принципе, прикольно сделано. А вот он, кстати, ползет. А, то есть чувствуется, что танк не легкий. То есть он прям едет. Время 1-1. Подождите, 1-1. А что это значит? И все. То есть время вышло. Счет 1-1. И жди опять 10 минут. Окей, давайте тогда я мнение свое скажу. Чтобы не маячило. Давайте как-нибудь вот так вот сделаем. И смотрите, мы сразу же нашли еще одну карту. Я хотел поговорить и сделать выводы по поводу игры. Пока ищется каточка. Показать, что она долго ищется. Но парень этот сразу же меня нашел. Сейчас опять меня будет убивать. Я взял французиком. Давайте попробуем матч-реванш. Попробуем его убить. Сразу по центру поедем, чтобы не разъезжаться. Так, тут какая-то уже капитальная деревня. Смотрите, брусчатка лежит. Дома какие-то с черепицей. Ну клево все сделано. Довольно-таки красивенько. Вон, он пошел на эту базу захватывать. А база-то вон она где стоит. Я что думаете, успею что ли? Парень, ты хочешь победить? Кнопки управления перегораживают обзор. Это очень классно. Там очень удобно. На тебе. Попал, смотрите. Но он тоже, походу, новичок. Хотя, блин, играет-то хорошо. Смотрите, попадает. А, ромбиком стою. О, таран еще есть. Сейчас мы тебя износявкаем. Гуслю сбил, смотрите, красавчик. И поджег еще меня. А, или это... Нет, это я горю, походу. Ну, давай, давай. Не, в принципе, можно поугарать, если был бы побольше онлайн и танки были более динамичные. А то мы на какой-то вате катаемся. Извините меня, пожалуйста. Да, разок еще. Ну, давай. А мы прям реально, смотрите, брать... А что ты не перезаряжаешься-то? На тебе! Убили. Замечательно. Счет 1-0. Реванш выигран. Так, стоп. Смотрите, я еще кое-что нашел. Тут есть прогресс за какие-то победные очки, как я понимаю, за кубки, грубо говоря. Тут нам дают всякие разные ресурсики, звания и даже танки, как я понимаю, которых нету в основной ветке. Здорово. То есть, можно что-нибудь взять, получить и пройти. Давайте до конца дойдем. Я вообще смогу пролистать до конца. Очень много времени потерял, конечно, на поиске игры. Да, у нас тут есть звание легенда и Т-22СР. Замечательно. Клево. Всего лишь каких-то 16 тысяч очков надо нафармить. Ну, в целом, игра прикольная. То есть, видно, что человек старался, делал. Не знаю, сколько ее сделали людей. Скорее всего, один человек. А танчиков много. Все они по управлению различаются. То есть, есть быстрый, медленный. Башни тоже у всех по-разному крутятся. Кулдауны разные. Даже броня присутствует. И видели, даже эффекты горения есть. То есть, все есть. Полноценные танки, только вид сверху получаются. Да, жалко онлайна нету. Игра мертва. По крайней мере, в мой прайм-тайм. Возможно, вечером будет веселей. Попробую вечером еще покататься уже без записи. В принципе, позалипать можно, да. Так что, пока на этом все. Вы можете в комментариях написать, что думаете. А я поехал французика качать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играть в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.